всем доброе доброе утро у сегодня 30 марта вот и сегодня день моего развода я приготовила диме на день развода подарок до решила его как сказать отблагодарить за все эти года что ли сейчас я вам покажу он собирает коллекцию брелков и я еще купила тут брелки вот такой танчик ему купила все в обертке потому что он любит в обертке вот бутылочка пива такая прикольно такой перфоратор баскетбольный мяч чашка пьем лезвие такое но не настоящая но сделано под настоящий лезвие таких брелков у него еще нету чтобы пополнилась его коллекция вот вот такой этот топорик вот герб и вот такой инструмент я думаю ему понравится вот такой подарок ему ко дню развода и и и и и и и в день развода сейчас 30 число я нахожусь на железнодорожном вокзале нет и никуда не уезжаю от этого этой жизни я встречаю дима он ездил в краснодар к своим родственникам вот он только сегодня возвращается в день развода и мы сразу же железнодорожного вокзала как говорится с корабля на бал поедем сразу разводиться я его встречаю потому что ну встретиться где-то надо и куда-то поехать более мы в нормальных отношениях самому вагону я не побегу конечно с цветами но встречу тут на этом на мосту вот и поедем окончательно расставаться официально вернее через полчаса он приедет у нас на железнодорожном вокзале установили вот такой проектор и тут история мурманска показывается вот в годы войны такие тут достопримечательности тут хроника историческая хроника показана вот вот такой проектор поезд прибыл сейчас дождемся диму у димы была пересадка в москве краснодар москва вот туда он летел на самолете на прямом краснодар мурманск краснодар а сюда он уже на поезде так что дождемся сейчас откуда-нибудь выйдет я даже не знаю номер вагона но я ему сказала что буду на мосту так что встретимся на мосту встреча будет на мосту как у прям секретных агентов как у прям секретных агентов как у прям секретных агентов так вот у нас выглядит джд вокзал вон идет дима дим ну все официально разведенка 35-летняя короче мы развелись все хорошо просто эмоции накатили сейчас пойдем посидим в кафе поболтаем вот все нормально все хорошо жизнь продолжается после развода мы зашли в столовую отметить котлетками наш развод и обменяться некоторыми подарочками открывай ну открывай ну я хотела тебе подарок сделать приятно они дим ну рассмотри они все в упаковке да понятно они просто в одну покупку ну и что ты давай поедем давай поторвать надо куда так много ну в твою коллекцию не надо было тебе приятно? да смотри пивасик бутылочка пивасика где Osti как быстро я вижу какой тебе самый больше подрался? я не знаю почему ты это стал чтобы не пом bike упакованы а я думала сейчас но вот этот прикольный он из такого хорошего материала сегодня я была еще на квартире на своей прежней сейчас диминой и забрала вот эти все игрушечки которые мне вот лена фурс дарила которая так до этого покупала вот ежика и мы на день военно-морского флота покупали мышка просто кто-то дарила не помню мышка была вот эта мышка и просто я эти игрушки герри кину не будет играть просто куда-нибудь положу там они были не нужны забрала еще себе в голубую кухню котика сейчас покажу который на кухне мне висела картина и сама покупала вот эта картина мне нравится вот пусть висит на кухне надеюсь сегодня мне придут забирать вещи он выкидывать старые вещи которые хочу за денежку и вот я хочу попросить может повесят мне картину или потом чуть придумаю не знаю и еще забрала одну картину это картинам для меня очень вот эти медведи белые она очень для меня бесценна потому что ее вышел это вышивка и и вышел мой брат и подарил мне на день свадьбы вот славика уже в живых нет царство ему небесное но эту картину она очень красивая и это память о моем брате она мне очень нужно еще не забрала не забрала туда портрет но обязательно обязательно заберу вот приеду на машине и заберу портрет еще несколько вещей так все в принципе забрала официально мы разведены все всем привет ну все и развелась приехала уже домой к себе с диму мы нормально пообщались я всплакнула взгрустнула он как мужчина держался но все равно потому что это конец какого как сказать какой-то эпохи для нас до в нашей жизни это была не маленькая часть сейчас говорю даже хочется немножко плакать но мы не жалеем о своем решении просто о том что так все сложилось что не получилось сохранить эти отношения либо ума не хватило либо мудрости либо любви либо опыта либо всего вместе либо терпения всего вместе наверное не хватило вот слава богу что у меня есть свое жилье куда есть вернуться и набраться сил где я чувствую себя в безопасности потому что после развода ты чувствуешь как будто с тебя сняли слой кожи ты какой-то становишься беззащитный на какое-то время и чувствуешь себя опустошенным я именно чувствовала себя опустошенной как будто из меня вынули какую-то часть хотят официально до было части развода но это как будто бы точка была то есть морально копилась 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 и вот мы пришли в этот кабинет и женщина спокойно нам сказала вот вам свидетельство разводим а еще и сегодня побывала в квартире в этой ну где я прожила ну диме надо это же как бы это было так не сказала бы что легко легкое посещение все на день был эмоциональный но он еще не закончен после 7 ко мне слава богу приедут приедут вынести старый мусор который я хотела который мне мешает занимает мою квартиру слава богу так что я избавляюсь от всего от всего лишнего на но еще по всему прочему вчера я поссорилась со своей подругой самой близкой не буду рассказать про что кто что просто видимо мы выросли кого где-то надо поддержать не поддержал кто кто кого-то не услышал кто-то кого-то недопонял такая вот идея так что мне был месяц эмоциональный март ладно все будет хорошо просто немножко поделилась своими мыслями мне сейчас не грустно просто мне немножко пустовато что ли но завтра будет завтра полно дел вот потом обязательно вам расскажу что же было вчера завтра что же будет завтра про это я обязательно завтра сниму я не прекращаю снимать не с герой все хорошо я вам есть сейчас покажу вот и гера в окружении игрушек она спала и когда я подошла снимать на раз нервничалась но даже но вчера она уже ко мне прыгала на кровать на ненадолго ничего больше нервировать и не буду и уйду дима привез мне мед килограмм меда с краснодара спасибо ему большое за это это цветочный час не сезон но смотрите он кстати это говорит что он очень вкусно пахнет я в прикуску вместо сахара увлекаясь потому что мед и не очень люблю может быть поделюсь сестрой потому что она засахарится на вкусно очень пахнет вот такой медик а еще я забрала меня клубень сентября я оставляла его отдыхать клубень это вот как раз я забыла как вот то растение которое я купила посадила горшках вот и клубень уже проснулся и пошли вот росточки я забрала его и посажу на днях полила пусть просыпается вот он у меня в темной коробочке был и я его нашла но он уже оказывается проснулся вот такой вот сегодня к сожалению отменилась там вынос моего хламидника вот у них там что-то не получается ну ладно зато сегодня день такой как раз завтра если они придут то у меня будет настроение получше сегодня у меня такое более какое-то философское такое настроение поэтому сегодня лучше я побуду 1 все на этом лог заканчивается все будет хорошо